Замучили приступы подагры? Дорогостоящие лекарства больно бьют по семейному бюджету? Стоит попробовать простое и очень дешевое средство народной медицины – соду. Как она может помочь при подагре и как правильно ее применять, расскажем в этом видео. Причины подагры Основная причина этого заболевания – нарушение метаболизма. Ряд продуктов, богатых пуринами, недостаточно хорошо усваивается человеческим организмом, из-за чего в крови повышается уровень мочевой кислоты. Стойкое повышение этого показателя приводит к воспалениям суставов и отложениям мочевой кислоты под кожей, так называемым тофусом. В запущенном виде они могут приводить к абцессам, которые потребуют хирургического вмешательства. К несчастью, раз и навсегда вылечить подагру не удается. Существует ряд препаратов, которые в сочетании с правильным питанием позволяют поддерживать болезнь в стадии ремиссии. Нужно отказаться от алкоголя, снизить потребление животных белков и жиров, а взамен есть больше растительной пищи и сложных углеводов. Что касается лекарств, то все они имеют серьезные побочные эффекты в виде влияния на почки. Но в сети можно найти немало позитивных отзывов об употреблении обычной соды. Будто она в состоянии заменить фармацевтические препараты, блокируя негативное действие мочевой кислоты. Возможно ли это? И как это работает? Давайте разбираться. Как действует сода? Сода или гидрокарбонат натрия – это химическое соединение, которое создает щелочную среду. Щелочь является антагонистом кислоты. Именно благодаря этому свойству сода действительно способна нейтрализовывать действие мочевой кислоты. При регулярном употреблении соды удается достичь нескольких задач. Во-первых, восстановить кислотно-щелочной баланс организма. Во-вторых, растворить целевые соединения в суставах и вывести их из организма. В-третьих, оказывать антисептический эффект на весь организм и эффективно бороться с паразитами. Таким образом, сода является комплексным средством, которое способно справиться не только с подагрой, но именно при этой болезни многие используют соду в качестве спасительного средства. Важно и то, что сода помогает не только при приеме внутрь, но и как местное лечебное средство. Поэтому оно может быть использовано людьми с разным состоянием здоровья. Как же правильно применять соду при подагре? Смотрите далее, и мы дадим 4 действенных рецепта лечения подагры этим химическим соединением. Дорогие друзья, цените здоровье! А мы будем регулярно помогать вам полезной информацией о его укреплении. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить важное! Как лечиться содой правильно! Начнем с описания способов местного применения соды в лечении подагры. Первый из них – ванночки. Преимущество такого способа в быстром эффекте и практически полном отсутствии противопоказаний. Растворите 2 чайных ложки соды в 2 литрах теплой воды и подержите в ней больной сустав на протяжении 15 минут. Периодически подливайте в раствор горячую воду, чтобы не дать ему остыть. Дополнительно можно добавить в воду 10 капель йода. Второй способ применения соды при подагре – делать компрессы с этим веществом. Этот вариант позволяет не только снять воспаление сустава, как предыдущий рецепт, но и защититься от образования тофуса с отложением мочевой кислоты. В равной пропорции смешайте соду, мед и горчицу до однородной консистенции и нанесите эту смесь на марлю. Приложите марлю к больному суставу и заверните полиэтиленом. Зафиксируйте компресс бинтом и заверните теплой тканью. Делайте такой компресс на ночь до снижения болевых ощущений в суставе. Третий вариант местного применения соды при подагре – изготовление мази с ее содержанием. Вам понадобится столовая ложка соды, а также по 50 грамм хозяйственного мыла, растительного масла и керосина. Мыло натрите на терке, смешайте с остальными ингредиентами, накройте крышкой и на три дня поставьте в холодильник. Наносить мазь нужно толстым слоем, а сверху закрыть бинтом и теплой тканью. Перед нанесением для усиления эффекта стоит распарить сустав. Четвертый и самый действенный вариант лечения соды – принимать ее внутрь. Профессор Неумывакин доказал наличие комплексного эффекта от защелачивания организма при помощью соды. Касательно подагры, прием соды внутрь приводит к снижению воспалительных процессов в суставах, растворению тофусов и снижению уровня мочевой кислоты в крови. Таким образом убираются предпосылки для подагрических обострений. Четверть чайной ложки соды размешайте в стакане воды, и выпейте за полчаса до еды. Принимайте этот раствор трижды в день. После этого нужно сделать трехдневный перерыв. Если никаких побочных эффектов приема соды не появится, увеличьте дозу до половины чайной ложки на стакан воды. Принимайте раствор в течение трех дней и снова сделайте перерыв на тот же срок. Так постепенно повысьте концентрацию соды до чайной ложки на стакан воды. Противопоказаниями для приема соды внутрь являются оксалатные камни в почках и пониженная кислотность желудка. А вы пробовали лечить подагру соды? Расскажите о результатах. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!